Приветствую вас и ваш вопрос можно условно разделить на две части, на философскую часть и на собственную психологическую. Что касается философской части, то вы спрашиваете, кому верите, кому можно верить в этой жизни, и ответом на этот вопрос будет следующее. Вы можете верить тому, кто на данный момент этого доверия по вашему мнению заслуживает, потому что в будущем все меняется, в будущем меняются сами люди, меняются их ценности, и если человек вас предал, вас обманул, совершил в отношении вас позлость, то существует два объяснения этому происшеству. Первое объяснение заключается в том, что человек, совершивший такой поступок, никогда не относился к вам так, как вы думали, он к вам относился. То есть он выступал в другом ключе, другой роли, другой эпостасии, нежели чем вы его воспринимали. Он был другим, и вы этого не увидите. На определенный момент ваши отношения, ваши интересы совпали, и поэтому вы видели его в определенном качестве. Но как только интересы разошлись, он тут же поступил в соответствии со своими интересами. И это, в данном случае, нормально. Это абсолютно естественная реакция человека, так как каждый защищает свои интересы. Если говорить о том, почему так случилось, то нельзя сказать, что вы виноваты. Нельзя сказать, что вы именно ошиблись в обязательном порядке. Можно сказать, что вы просто видели то, что хотели видеть. Это, опять-таки, нормальная реакция, нормальное поведение для человека. Другое дело, что от этого больно. И кроме опыта, кроме более высокой, более развитой мудрости, более внимательного отношения к людям, потому что такой человек всегда проявляет свое отношение. Просто мы стараемся этого не замечать. Мы не хотим этого замечать. При желании это можно увидеть. Второе обстоятельство данной ситуации заключается в том, что человек ошибся. То есть он сделал что-то, что является ошибкой для него, и поэтому его в этом случае нужно прощать. Тут все зависит от того, насколько и как вы относитесь к самому человеку. Если вы считаете, что он прощение достоин, то вы его прощаете. Если считаете, что нет, соответственно, не прощаете. Но тогда теряете его в своей жизни. Тут решение принимать исключительно вам. И вы знаете, говорить о том, кому можно верить, следует осторожно. Потому что мы верим тому, кому мы хотим верить. Потому что мы никогда не знаем, чем обернется для нас эта вера. Но не поверив другого человека, мы никогда не можем быть счастливы. И мы стоим перед выбором. Или рискнуть, поверить и быть счастливым, или не рисковать, не верить и быть в одиночестве. Многие люди, даже их большинство, выбирает именно это. Риск расчастия и возможности потерять, чем не иметь ничего. Но это вопрос выбора, и что выбрать, решать исключительно вам. Наконец, говоря о психологической части вашего вопроса, хочется сказать так, что вы, вероятно, пережили предателство. И испытываете боль от этого предателства. И вы не хотите вновь эту боль пережить. И поэтому стремитесь себя защитить. К сожалению, защитить себя невозможно. Только кроме лишь путем одиночества. И не возможно предугадать, что человек сделать будет в будущем. Поэтому все, что вы можете сделать, это отпустить те отношения, которые причинили вам эту самую боль. А лучше понять человека и более внимательно относиться к тем, кто сейчас встречается вам на пути. Чтобы никогда больше такую ошибку не повторить. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в Суличку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим. Пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго. Продолжение следует...